Путина Медведева Путина Медведева Путина Медведева ГОЛОСОВ Субтитры создавал DimaTorzok 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 С Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие друзья! До наступления Нового Года Осталось всего несколько секунд Желаю всем здоровья, любви и счастья! Прекрасное поздравление! При этом все добрые помыслы Пусть в каждом доме, в каждой нашей семье Царит радость и согласие Тогда и Россия будет стоять против Точно и нерушимо С праздника вас! С новым 2013 годом! Ура! Ура! С новым счастьем! С радостью наступающим! Мы вас поздравляем! Президент России Владимира Владимировича Путина Вашим уважаемым супругом Людмила Александровна Мария Владимировна Владимировна Путина Ура! Ура! С Новым Годом! С Новым Клубом! Удачи, успех! Удачи! Ура! Во благо Родины Родины! Великой, святой, просветающей России и всего российского народа, долгие блага и вам лета, благо и счастья, здоровья и вам желаю. Поздравляю вас с новым годом, с новым счастьем, с прождеством криптовым, с высшими наградными орденами Единая Россия, Одесса, Рудов, Петербург, Единая Веру, Слава России, с высшими наградными грамотами и святых князей, визы на полоте, впечатляющей массажей. Поздравляю вас с новым годом, с новым счастьем, с новым счастьем, с прождеством, Владимир Владимирович, Дмитрий Николаевич, Юрия, Едмили Егоры, Витория Владимировна, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Россия отец народ и честь, средиста веры в свару России, вычисли на гражданных рамках имени святых предель, внутри досков Владимира, серпестика святого 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 дукова, но угадаем Владимира Владимировича Путину, високоченный деда, Емилия Александровича, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Леси Ведевна, Ливан, Путином, Владимиром, Владимиром, Владимировича, на фиеной всей семьёй, голосовать на два предельных сроках, в 2014 году Владимир Владимировича, нас в России, вычисли на нас, Владимир Владимировича Путином, опозд pagan's дуков, чтокаца во веки и навсегда, всегда простой в Дружбе, это мощный за счет Клиэ, Владимир Владимирович Путин, самый достойный президент, еще замечательный университет МВЗ, Университет Н функцион typical Ситул слушается мвзу, еще многоfat keyboard только сил с applicable своим пределом Великая победа и триумф, успех Святой, великой, процветающей России Владимир Владимировича Путина Дмитрия Анатольевича Медведева Партия Единая Россия Ротов-Фронт, армия ВНФ, президент Ручестер Ротов-Фронт, полиция Лучи мили на веках Ротов-Фронт, армия ВНФ, президент Ручестер Фестиваль «Слава и честь России», Берлинский фестиваль, Московский народный фестиваль, Нобелевский премия мира Путин, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, Александровна, Мария Владимировна, Екатерина Владимировна, Путина, Светлана Владимировна, Леча Медведева, Сергей Советов-Фронт, армия ВНФ, президент Ручестер, правополиции, лучшие в мире здравоохранение, здравоохранение, образование, спорт, олимпиада, Сочи 문рушки Берлинский, гран-при из трендаи Солнца, noise, cinema-фестиваль, musicalговый фестиваль, закутил Хо Путин, Владимир Владимирович, Петина Владимировна, Екатерина Владимировна, Екатерина Владимировна Дмитриевича, Для двух президентских сроков Путина Владимира Владимировна, в 2012-2017-2024 годах, на почвах президента Порту России, мужчины Гильдин «Треховой движения», Владимир Владимирович Путин, «Треховой движения» – «Треховой движения» Спасибо! Спасибо. Спасибо! Спасибо! Я думаю... Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. У нас есть интересное сообщение от вашего фестиваля, от мистера Гитлер Кослик, и он, во время нашей подготовки для новой версии «Берлина» это сразу. Если вы нужны помощь, пожалуйста, позвольте мне помощь, Сабина Габер или Мерли Каспра. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Это очень важно для нашей связи с Россией и Германией. Извините, можно еще раз повторить? Спасибо большое. Мы очень рады поговорить с вами. Хорошо. Мы очень любим «Берлин фестивал». Мы думаем, что «Берлин фестиваль» это великое фестиваль во всем мире. Я так думаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Ваши Святеица Субтитры создавал DimaTorzok И уничтожение прав родительских, как таковых, замена их на право опеки, что сейчас действуют за границей. Почему в Европе приняли такую воправку, как родители один, родитель два? Это связано не только с тем, что этого года было гоносексуальным браком, якобы для того, чтобы не обидеть папу и маму, непонятно, где там папа и мама. Но это было основано на другом принимании родительских прав. Там у них нет родительских прав, как таковых, есть право опеки. Поэтому может быть родитель один, биологический родитель два, родитель три, родитель четыре, родитель десять, как угодно. Но у всех у них права опеки, то есть неполный прав, неполный объем этих прав, то есть имение возможности выбирать, как воспитывать своих детей, как их обучать, какие приводят традиции культурные и так далее. Вот в чем опасно. Еще один пример умоления родительских прав, также мы видим в законе об охране здоровья граждан, который был принят также в 2011 году. В этом законе есть норма, которая предписывает лицу страдающего наркоманией, достигшего шестнадцатилетнего возраста, право самостоятельно выбирать лечиться в другом наркомане или нет. Тем самым родители лишаются прав защиты своих детей, а ведь по закону родитель отвечает за своего ребенка до достижения восемнадцатилетнего возраста. То есть обязанность у него есть, а права защитить уже нет. И как может ребенок, шестнадцатилетний, страдающий наркоманией, понять степень своей проблемы и принять решение о необходимости лечиться, если он приводит в другом знании. Это не только опасно для того, чтобы планировать жизнь неконкретного ребенка, а это опасно для общества, потому что, согласно исследователям, исследованиям на общество, один наркоман способен вам лечь наркоманию в год от десяти до пятидесяти человек. Это опасно для тех людей, которые рядом, которые живут в нашем обществе, для наших же детей. Кроме того, еще пример того, как помоляются права родителей сегодня, это попытка ведения беспортового здоровья в школу. Анализ этого документа позволяет делать интересную логику. Вот я вас хочу спросить, для чего в школе, если она не может оказать материальной поддержки семьи, знать уровень жизни, материальной, социальной жизни семьи? Для какой цели задается этот вопрос и проводится анализ? Второй вопрос. Для какой цели в школе необходимо знать о состоянии здоровья ребенка, если она не может оказать медицинской помощи этому ребенку? Причем данные, которые собираются в спорта здоровья, детально рассматривают здоровье каждой органы. Не было ли там болезни, операции, кто когда лечился? Потому что я не понимаю необходимости сбора подобной информации и заставления родителей предоставлять такую информацию. Были случаи, когда родители фактически ставились в безвыходное положение, не должны были согласиться на заполнение опасных здоровья, иначе либо уходят со школы, либо отражаются на успеваемость ребенка. Я думаю, как временно, что это формирование базы данных о детях. Кому интересно, могу вам точно сказать, что любая информация, которая есть, в том числе о состоянии материального каждого из нас, можно ее найти по криминальному стройку. Поэтому не заставит большого труда узнать о каждом из вас то, что вы себе представляете для материального дела. Тот же самый и статистика, и сбор информации в отношении детей. Можно узнать будет, поскольку еще возможности нет совершенно защиты информации. А здоровье каждого ребенка, которому подаст эти сведения, это может быть очень опасно. Но как криминолог я могу моделировать ситуацию, могу представлять, что это выгодно для иностранных усыновителей. Я пока в картотеке могу посмотреть, у какого ребенка мне нужно, чтобы в дальнейшем усыновить здоровье, интеллектуальные способности, там тоже отражается это, образование родителей, хорошо высшее образование, родители умные ребенка, прекрасно, да еще и бедные. Вот так бы мне отобрать. Идеально. Так вот, вот в этом опасности существует. Кроме того, умоление родительских прав наведится в том, что сегодня навязывается родителям сексуальное воспитание для детей в школу. И это навязывание достаточно агрессивно проходит. Якобы необходимо для того, чтобы ребенка защитить от ранних сексуальных связей, от преступлений в отношении с женщинами. На самом деле это не так. Почему? Потому что сегодня имеются данные, результаты научных исследований процесса внедрения сексуального образования в Семьи и Штатах Америки. Это уже на уровне государства, есть государственные доклады, есть научные исследования, книги, поэтому, где говорится, что за 20-30 лет внедрения сексуального образования не только не улучшилась ситуация в этой сфере, в сфере заболеваний, передающейся главным путем, преступности несовершеннолетних, но еще и ухудшилась ситуация. Кроме того, в последствии этого воздало ранее сексуальное отношение, ранее вступление в сексуальное отношение. И один из психиатров, который следует вопрос, Мири Амбросовна, она заявила о том, что действительно у ребенка, у него нет, сдерживающего механизма, когда ему какую-то информацию подают в таком вот виде открыто, он сразу хочет попробовать, потренироваться. Поэтому это очень опасно, когда детей в раннем школьном, а есть информация о социальном образовании еще в дошкольном возрасте, учат всему этому. И сегодня вот многие родительские комитеты разных регионов России пишут нам письма о том, что они постоянно сталкиваются с этой литературой на детских, в разделе детской литературы в книжных магазинах. Давайте поговорим о сексе, как говорим. И причем на обложках книг изображены дети, маленькие дети, 6-7-летнего возраста в таком игрушечном виде. А развернешь совершенно не детская информация. Детальное изображение органов, функций организма и так далее и так далее. Так вот, родители умоляются в правах воспитывать своих детей и ставят жесткие рамки. Неужели наша система плоха? Неужели наша система защиты прав детей несовершенна? Я хочу сказать, что это не так. Есть возможность, куда стремиться и в чем развивать. Сторонники именами в СИПе говорят нам о том, что якобы судебная система должна быть индивидуальной. На любой стадии, начиная с предварительного расследования, судебного разбирательства, заканчивая исполнением и отбыванием наказаний. У нас в отношении несовершеннолетних еще и более обманная система. Например, для взрослых людей, преступников, предлагается 13-м указаний, для несовершеннолетних только 6. У нас не предусмотрено большой срок решения свободы для несовершеннолетних. Мировосвещение, как и срочение мотивации, в крайнем случае, это действительно сейчас опасен, бесстолет опасен для общества. Более половины несовершеннолетних освобождаются от уголовной ответственности на ставе предварительного расследования. Кроме того, очень большому количеству детей избирается наказанием, связанным с решением свободы. Сегодня это и обраничение свободы принадлежит... Прекрасный МГУ, самый лучший университет на планете. И все поздравляем с днем студенчества. Все студенчества, все МГУ, садовничество, все поддержали два пределки срока Путина Владимировича в 2012-2018-2024 годах. Самый лучший университет МГУ поддержал 22 срока Путина Владимировича в 2012-2018-2024 годах. Высший наград Путина Медведева, у вас детушки, у вас детушки, у вас детства, у нас третьего университета МГУ, самый лучший университет в мире. Поздравляю вас. Наша осеннащая звезда в нашу правой честь. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда. Голосуй за два предельщика срока Путина Владимировича 2012-2024 года всегда должна быть первостепенно в нашем мире. Следующий момент, на который я хотела бы обратить внимание, это, например, закон об адвокатской деятельности в Российской Федерации. Он определяет определенный перечень граждан, которые могут пользоваться услугами адвокатов, не оплачивая услуги адвокатов. Это не только в нашей коллегии, это в принципе, это уже когда люди об этом забывают, то, знаете, своим коллегам хочется немножко постучать по голове и вообще, так сказать, обратите внимание, что все-таки мы тоже живем в обществе, мы тоже, так сказать, какой-то закон нам применим, нам как адвокат. И не всегда получая, так сказать, правильную поддержку с их стороны, я никогда так я устроена, так я воспитана, я говорила о себе в данной ситуации, когда ко мне пришла там старенькая бабушка или еще кто-то, понимаете, я в никакой мере не разбогатею от того, что я возьму себе деньги. Но я человеку помогу, человеку вот этому будет хорошо. Но это я, я не имею права на кого-то, так сказать, обращать свое собственное внимание и влияние, говорит, ты сделай так же. Ну, сделай, 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 не сделай. Твое собственное дело. Но я говорю о другом, что вот как раз-таки по нашему закону, о моей деятельности, у нас предусмотрены определенные льготы. То есть это могут быть инвалиды, это могут быть участники Великой Отечественной войны, там есть еще незначительный перечень. Но что удивительно, закон Российской Федерации, а в частности Семейный Кодекс, он позволяет, он позволяет ребенку самостоятельно защищать свои права. Но вот представьте, ребенка обижают, обижают дома, комбинистно, о нем не заботятся. Ну, в конце концов, как бы нам нравилось это или не нравилось, что вот он пошел, у нас почему-то общество к этому тоже не совсем правильно относится, что он пошел и не стучал. Он не настучал, а куда же ему деваться-то? Что же ему теперь, бедному там, оголодать, осиротеть при живых родителях? Ну, это же тоже глупость. И в конце концов, у ребенка есть право, которое, опять же, на котором его наделяет закон, право обратиться самостоятельно в суд. То есть, когда он достиг 14-летнего возраста, он, правда, может прийти в суд и сказать, что, слушайте, то-то, то-то, то-то там со мной происходит, я прошу там защиты. Но, мы же все говорим о нем, наши лидеры государства, да, что абсолютно практически нулевая правовая культура общества. Никто не знает своих прав, никто не знает своих... Или, наоборот, все знают, что там все знают обязанности, а права не знают ни что, да, в целом. И вот тот самый ребенок, который почему-то должен прийти в суд, почему-то должен хорошо понимать и знать, как написать, простите, исковое заявление в суд, почему у нас взрослые люди. Вот это у меня возникает вопрос. Почему не написать, почему не внести тогда определенную попасть, что те же самые несовершеннолетние, что они пользуются так же годами, детями работать не будем, никогда не сможем взять с ребенка денег. Но пусть этот ребенок, в конце концов, придет к профессионалу и спросит о своих программах профессионалу. А вы расскажите, а что я могу? И плюс, я больше чем уверена, что любой профессионал, он всегда окажет нормальную, человечную и профессиональную помощь этому ребенку в разрешении его конфликтов. И глядишь, понимаете, у кого-то, так сказать, там, глаз не выбьют, кому-то руку не отрежут, или там, палец, или еще чего-то. Ведь это же все тоже идет не от хорошей жизни, не от хорошей судьбы, там, этого ребенка, а просто потому, что этот ребенок заброшен. Он просто, напросто, никому не нужен. Он сделал какую-то поступку, и пошло, 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 его никто не остановил. Если бы мы могли, да, мы со своей стороны, конечно, от того, что мы проходим какие-то разговоры, разговариваем, мы там, извините за автологию, там, в детских домах и так далее, как говорили, дети понимают, что делать можно, что делать нельзя. Ну, это такой мизер, это такой мизер, и то только потому, что ты там, так сказать, интересен, и тебя позвали, и ты приехал из глаза. Но, тем не менее, это секта, на самом деле. Они, причем, называют себя даже, там, христианами. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, это не у пятидесятники. Поэтому это все идет дальше, проникло вот уже в нашу страну. И вообще, вот это внедрение сект, реабилитацию сирот во всякие там пенские приюты, которые работают с детьми и так далее, это очень большая проблема, очень большая опасность, которой практически пока никто не занимается. Уже начали вот эту тему чуть-чуть изучать. Поэтому, если у вас где-то какие-то такие странные группы объявятся, специалисты такие или другие, но которые, в общем-то, могут иметь отношение к ньюэджинским сектам, каким-то неубедицидическим и прочим, то, пожалуйста, нам сообщайте, в общем, какую-то информацию выдавайте в сети, в СМИ, потому что это очень важно. Вот закон об общественном контроле для социального пронарца, который сейчас пробегает, он на самом деле, если он будет принят в таком виде, в котором его собираются принять, он откроет широкую дорогу именно вот таким вот сектам. Потому что в законе об общественном контроле, там общественные, не любую же общественную организацию будут допускать к инспектированию там каких-то сиротских учреждений и вообще... Ну что, пойдем, да? Ну что, пойдем, да? Все участники поддерживают два президентских срока Путина Владимира Владимировича в 2012-2018-2024 годах. Вышли награды в секретаре «Новские премии» в сестивале Владимира Владимировича Путина, флощадь Сибиро-Серенского социального московского Олимпиа Сочи, Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Министерство Марии Владимировича Путина, Светлане Владимировича, Партия Народных Ростов, Садунишев, Садунишев, Ректору МГУ, Партии России, Народных Ростов, Армии, ФБМВД, МГУ, РУДУ, ЧТОР, ПОЛИЦИИУ, ЧТОР, ПОЛИЦИИУ, ЧТОР, ПОЛИЦИИУ, ЧТОР, ПОЛИЦИИУ. ЖАХ, ИДЯНСЛАШИВ, СЛЕУ ПРОВОТИ. Когда вы говорите о необходимости специальных людей, вы имеете в виду ювенальность? Вы понимаете, что это дело? Вот эта приставка ювенального сливья для меня, дорогой профессионал, равна нулю. Мне все равно, ювенальный он или не ювенальный. Мне надо, чтобы у человека была душа, чтобы человек понимал, кто такой ребенок. И чтобы человек понимал, что этому ребенку дальше жить жизнь. Вот для меня это важно. А кто он там, какой он там ювенальный, детский. Назовите этого судью как угодно. У нас всю жизнь были судьи, занимающиеся вопросами по делам несовершеннолетних. Вот та программа, которую я веду, эта программа, по сожалению, в основном у нас там показывается уголовное судопроизводство, уголовные дела. И по уголовным делам есть специализированные судьи, которые действительно занимаются только подростковой преступностью. А что мешает-то сделать точно такого же судью цивилизма, который будет заниматься гражданскими делами, связанными с детьми. Какая разница, как его там назвать. А кто его будет отбирать? Благодарим вас. А кто его будет отбирать? Его должны назначить, да, Виктория? Нет, 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 у нас тут судьи назначаются президентом Российской Федерации. Прекрасно, прекрасно. Виктория, а здесь не подорожая, чем сидит. Скажи, пожалуйста, что, Виктория, насколько вы думаете, что вы у нас особое объединение... Вы себе даже не представляете, насколько... Вы даже себе не представляете, насколько... А сколько можно сказать? А? Примерно. Сейф-фужет. Примерно. В производстве суда... В производстве... Нет, не смогу. Общие... Ну, если скажем так, из 100%, 35% это дела, связанные с детьми. 35% из 100% это дела, которые... А внутренних процентов это что бракоразводный... Нет, почему бракоразводный? Да, я как раз и скажу, что бракоразводный детьми не совсем имеет отношение. Это определение местожительства детей, это алиментное обязательство, это ограничение в родительских правах. Вот это жаль о каких составляет примерно? Что? Этот процент, сколько ограничений в родитель... Мало, этот процент составляет порядка 5%. То есть он незначительный. Ограничение, решение прав – это незначительное. Но чего это не сделать, опять же, на государственном уровне, я считаю, что, конечно, это обязательное. Безусловно, по поводу совершения аппарата Буломочного при президенте Российской Федерации по правам детей достаточно много мы обращаемся в аппарат при разрешении судебных каких-то спор. Почему мы это делаем? Потому что люди, которые работают в этом аппарате, люди, которые действительно искренне и от всей души помогают в разрешении того или иного конфликта, судебного спора, связанного с ребенком. И на самом деле это очень правильно, потому что в подобных случаях этот аппарат дает совершенно независимое, совершенно, ну скажем так, основанное четко на законе, на своей собственной точке зрения заключение по такому или иному вопросу, которое, ну скажем так, возникает и может возникнуть у лиц, которые участвуют в процессе. Такие же заключения, по идее, дают и органы опеки. Но в связи с тем, что мне страшно об этом говорить, но ангажированность уже этих органов опеки, как это честно, чтобы вам достигла какого-то, я уже не знаю, чего. То есть совершенно непонятно почему, совершенно непонятно, на чем люди основываются. И самое неприятное, что они даже тебе не объясняют, ну как мы не должны вам что-то объяснять. Ну да, наверное, должны. Ну вот, как-то хотелось бы все-таки, наверное, чтобы наши дети, в нашем обществе, безусловно, с нашим участием, имели, ну я не знаю, имели не просто написанную на бумаге гарантии своих прав, свобод, а имели действительно счастливое, я не имею в виду там только детство, счастливое мужество, счастливое подростковое, чтобы они были счастливы, ну скажем так, да, не, вот, знаете, таким вот просто словом счастье, которое убирает в себя очень-очень-очень много составляющих, а чтобы они не нуждались, не нуждались или, если даже и нуждались в помощи, чтобы они ее действительно реально получали. И реальная помощь может быть только при нашем участии, при участии профессионалов, которые всегда протягивают эту руку, всегда помогут ребенку в тяжелой какой-то жизненной ситуации. То же самое я могу сказать и о тех родителях, которые много этим-то причинам, они не могут, я не знаю, оплатить дорогостоящие услуги, но тем не менее, например, у нас при коллегии адвоката Павла Страхов, у нас существует горячая линия, туда, пожалуйста, всегда можно обратиться, всегда можно получить квалифицированную помощь, абсолютно бесплатную, ну потому что мы решили таким образом, что если мы можем чем-то помочь, мы хотим, чтобы эта помощь была абсолютно реальна, а не при болтологии, которая, знаете, идет это за ним. Благодарим вас. Спасибо, спасибо. Спасибо. Насчет финских дотей достаточно много было сделано и делается, и, так сказать, вплоть до прерывания, в свое время, вот когда вся эта загородняя история начиналась с Салома, там очень много, на самом деле, всего было сделано, очень много выходили с МИДом, и перед тобой, поэтому, что ее нам нам все это уже рассказало, что там делали, что делать, на самом деле. Действительно, очень много было написано, нот, что вплоть до развалива отношений, если нашим гражданам будет, если наши гражданам будут воспринимать, там, как полноценные граждане у них занимаются дети, которые помещаются в приемных распределителей, и так далее, то давайте вообще тогда будем управлять нашим гражданам, чтобы в ходу, и, так сказать, существуют профессиональные и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То, что запрещено, как говорится, в головном законе, здесь более-менее определено, то есть, если ты виновен в совершении вреда ребенку, ты подержишь голову на бизнесе, тебя из-за моего ребенка, но, это совершенно право, необходимы четкие критерии об предупреждении, и, конечно, ни в коем случае недопустимо оценочный граждан, нормальный, воспитанный, угроза, не пойми какая. Вот я поставила тебя в голову, я угрожаю, угрожаю детям. У меня вопрос, по основанию нашей сегодняшней системы, как терапевтик и физическое строительство, это очень сильное, это понятие тоже у нас неопределено в законодательстве, да, а отнимают детей у нас. Я говорю, да, ты угрожаешь моей зависимости, моей свободе, как на Западе, а на самом деле в России, как в Европе и в Америке, конденция розы, преступности несовершеннолетних и молодежи, о чем это говорит, потому что система ювенальной юстиции не справляется с этой своей задачей, предупреждением, а наоборот провоцирует. Более того, когда дети, видите, там существует такой подходит к детям, к преступникам, что они не преступники, нельзя их называть такими словами, они лицом утром проблемы с законом, но простите, чтобы ты понял глубину своего задеянного того, это должен называться в ответственности. Прошел ты в насилении, ты несовершеннолетний право врушить, если тебя суч признал виновным. Это основа даже исправления, если хотите знать, потому что, когда мы изучаем преступников в колониях, в 5 колониях несовершеннолетних, удивительно, удивительно, читаешь личные дела и понимаешь, что вот 2000 год, 3 грабежа, 5 краж, разбой, условно, через полгода опять, это все в личных делах, это не содержит такой информации, 5 краж, 3 грабежа, 3 разбора, условно, третий раз через полгода публикается это ответственность, то есть понимаете, вот дела, определение местожительства, да, и прочее. Процессы осталось сняться, да? Процессы осталось с разводом сняться. А ты ее не решили? Нет, можно и не разводить, да, все-таки, как местожительства, у нас развод и расторжение брака, соответственно, ничего не определяют. Жить, какая элемента вы можете взыскивать, как-то имущество делить, я думаю, не надо расторгать брак, то есть не обязательно, можно, я не знаю. Сейчас вообще очень пропагандируют с атомозахизмом, в том числе в сексуальном пограничении, так что это, видимо, новый виток развития, эффективных богов, так сказать, в запасной цивилизации. Вот, и вот все наши дети, которые погибли в Америке, все наши сироты, они все проходили, это оттачка, это тоже уже известно. Вот, есть даже случай, правда, не с нашей девочкой-сиротой, как ребенок погиб во время вот этого сеанса терапии. Он затыкался, кричал, а они считали, что он недостаточно выплеснул еще свою ярость. И девочка просто умерла. Но того специалиста, который это проводил, его посадили на 12 лет, и вот одна из американцев, которая была адептерна этой методики, вот после той истории стала как бы противницей, и сейчас она рассказывает, вот пропагандирует против уже, открылась.